Законодатели ЕС хотят ограничить банки в использовании криптовалют. Индийские власти подключились к розыску основателя криптопирамиды БитКоннект, и аналитики спрогнозировали обвал биткоина на 50-60% с текущих отметок. Европейская партия «зеленых» представила свои поправки в законодательство, которые повышают требования к капиталу банков, использующих криптовалюты. Депутаты предложили внести поправки в закон о финансовых услугах, которые ограничат европейские банки, использующие цифровые деньги. В документе говорится, что криптоактивы, которые считаются чрезмерно волатильными или рискованными и попадают под класс 2, будут иметь максимально осторожный рейтинг. По сути, это означает, что они не смогут кредитовать на основе цифровых активов. Общая доля криптоактивов класса 2 не должна превышать 1% от капитала учреждений первого уровня, говорится в предложении. Криптоактивы класса 1, которые считаются менее рискованными и включают в себя регулируемые стейблкоины и ценные бумаги, использующие технологии распределенного реестра, получат более гибкие требования к капиталу и не будут иметь ограничений. Предложение поддержал и финский член Европарламента. Однако плану потребуется поддержка со стороны других законодателей из парламентского комитета по экономическим и валютным вопросам Германии. Слушания по этому вопросу должны пройти в декабре и со стороны правительств стран Евросоюза. Индийские власти подключились к розыску основателя криптопирамиды BitConnect. Правоохранительные органы Индии на основании жалобы местного инвестора организовали розыск основателя криптовалютной пирамиды, которого обвиняют в мошенничестве на 2,4 миллиарда долларов. Местный юрист потерял около 220 биткоинов на сумму 420 миллионов рупий, это около 5-2 миллионов долларов, инвестируя в криптовалютные платформы с 16 по 21 годы. Изначально поиском основателя криптопирамиды занялись Штаты. В этом году власти США заявили, что мошенник, вероятно, покинул Индию, и теперь его местонахождение неизвестно. Криптовалютная пирамида BitConnect, основанная в 2016 году, была популярным проектом во время расцвета рынка первичного предложения монет ICO. Организаторы BitConnect привлекли миллиарды долларов, обещая инвесторам выплачивать 10% доходов от инвестиций в собственном токене BCC. А пользователи, привлекающие новых инвесторов, получали бонусы. Основатель пирамиды Сатиша Кумхани исчез в феврале, после того, как ему было предъявлено обвинение американскими властями в организации схемы Фонци на 2,4 миллиарда долларов, от которой пострадали американские граждане. Теперь Кумхани может грозить до 70 лет тюрьмы. Ну и, наконец, аналитики спрогнозировали обвал биткоина на 50-60% с текущих отметок. Существует вероятность, что биткоин может начать резко снижаться в цене до отметок 10-12 тысяч долларов, считают технические аналитики Northstar и BetChart Кевин Уотсворд и Патрик Карим. Они объяснили свое предложение техническим анализом графика курса первой криптовалюты. Существует ряд методов технического анализа, который повышает вероятность до 70-80%, что курс биткоина обновит минимумы около 10-12 тысяч долларов. И есть примерно 20-30%, что он начнет расти, отметили аналитики. Локальный минимум цены биткоина в 2022 году был установлен 18 июня на отметке в 17,6 тысяч долларов. В случае, если курс биткоина начнет расти, по мнению экспертов, он может достигнуть 29-30 тысяч долларов. По словам аналитиков, это максимальный уровень, до которого может подняться стоимость криптовалюты, прежде чем она начнет снижаться. Мы либо уже находимся на локальных пиках, либо очень близки к ним, подчеркнули специалисты. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что насчет падения или роста биткоина думаете вы. Увидимся скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok